Мы с вами рассматривали три всеобъемлющие философские системы. Ну и по отношению к ним остальные концепции или течения философской мысли обладают такими свойствами, какими свойствами обладает любая концепция. Что-то в ней может быть положительного, что-то есть отрицательного. Но развитие философии идет именно таким путем, что если они могут что-то добавить к этой всеобъемлющей системе, ну это будет некоторое ее дальнейшее дополнение и развитие. Если не могут, значит они топчутся просто в низинах и не в состоянии добраться до вершин соответствующей теории. Ну вот, пример, это так называемая русская философия. Хотя мы говорим о немецкой философии, русской философии, но, как вы понимаете, вряд ли философию можно рассматривать как нечто национальное, правда? Почему? Ну, по определению того, что в философии изучают всеобщие законы природы, общества и мышления, и нету никаких в этом смысле всеобщих русских законов или всеобщих китайских законов, или всеобщих корейских, вьетнамских, немецких, французских и так далее. Но, тем не менее, такое обозначение для данного направления сложилось, и оно связано с тем, что как раз отечественная философия долгое время на ноги не становилась. Дело в том, что самостоятельное творчество в области философии начинается в России лишь во второй половине XVIII века, а в XIX веке начинается эпоха ее интенсивного развития. Когда в России стала просыпаться философская мысль, на Западе давно шла напряженная, активная философская жизнь. Особенностью русской философии было совмещение ученичества и свободного собственного творчества. Наличие на Западе богатой творческой жизни имело как положительное, так и отрицательное значение для России. С одной стороны, приобщаясь к философии Запада, русские люди как бы сокращали для себя путь вхождения в сложную философскую проблематику. Но с другой стороны, собственное творчество было стеснено. Целые поколения России попадали в плен к Западу. Мощь ее, собственного гения, впервые проявилась в сфере литературы. Державин, Жуковский, Пушкин. Русская философия не теоцентрична, хотя в значительной части глубоко и существенно религиозна. Не космоцентрична, хотя вопросы натурфилософии очень рано стали привлекать внимание. Она антропоцентрична. Все это значит, что в центре этой философии стоит проблема человека. Больше всего она занята темой о человеке, его судьбе. Всюду доминирует моральная установка. Русская мысль сплошь исторична. Она обращена к вопросам истории. Эсхатологические концепции XVI века перекликаются с усопиями XIX века. Каковы этапы развития русской философии? Первое – это религиозно-философские представления русского Средневековья. Русское Средневековье продлилось почти восемь столетий. От призвания варягов в 862 году до избрания на царство династии Романовых в 1613 году. Общей духовной основой русского феодализма явилось восточное христианство, православие. Иоанн Дамаскин, Ламир Мономах, Нестор Литописец. Философия просвещения. Этот период длится от середины XVII века до первой трети XIX века. Это время европеизации России. Секуляризация охватывает все стороны духовной жизни, пробудился интерес к науке и философии. Россия обратила взор на Запад. Философия пронизана наукоцентризмом. Появляются петербургские и московские университеты. Известные такие авторы, как Курбский, Феофан Прокопович, Татищев. Позднее просвидетельство представляют Теплов, Анечков, Козельский. Затем идут идейно-философские течения XIX-начала XX века. На сцену истории вышло поколение дворянских революционеров. Декабристы. Разночинцы. Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Лидера славянофильства Хомяков, Киреевский, Самарин. В это время развиваются одновременно и славянофильство, и западничество. Народничество представляли Ткачёв, Лавров, Бакунин. Русский марксизм. Плеханов, Ленин. Развитие русской философии в послереволюционный период. Ну вот, если взять западничество и славянофильство, то лидеры славянофильства – это Хомяков, Киреевский, Самарин, а народничество – Ткачёв, Лавров, Бакунин. Философское осмысление российского исторического опыта XX века. Философия русского зарубежья. Космизм. Фёдоров, Циолковский, Вернадский. Советское время. Ленинизм и сталинское учение. Ну вот, это, если очень сделать беглый обзор русской философии. Поскольку речь идёт об обзоре, то, как вы понимаете, моя функция состоит в том, чтобы кратко обозначить, какие были направления. Каждый при желании может взять соответствующую литературу и с ней ознакомиться. А тут, как говорится, теоретизировать по этим вопросам, ну, как бы, нечего, потому что я тут выступаю как некое переходное звено, которое вас просто информирует. Лекция восьмая. Вот у нас. Философская антология. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Антология – это учение о бытии как таковом. Со времен античности в философии различают бытие и сущее. Что такое сущее? Я думаю, что вы такое понятие встречали и не раз. И я наблюдаю, что при использовании этого понятия люди не всегда различают, что это означает, чем отличается сущее от бытия. Сущее тоже бытие, но какое? Непосредственное. Вот та книга, которая перед вами, и которую вы сейчас читаете, – это сущая. А та книга, которая у вас в столе или в портфеле, она есть? Есть. Но она не сущая, она не непосредственная. А непосредственно перед вами не книга, а тетрадка. Вот тетрадка ваша сущая. А книги ваши там в портфеле или в сумке. Вот, собственно, никакого другого различия тут нет. И мы не путаем сущая и существующая. Существующая – это значит то, что имеет основу и условия для своего бытия. А сущая – то, что есть непосредственно. И всё. Бытие – это, как учат антологи, – это причина самого себя. Самодостаточное, ни к чему не сводимое, ни из чего не выводимое. Ну, категория бытия – это простая категория. О чём говорит бытие? О том, что что-то есть. И ещё о чём оно говорит? А ничего оно больше и не говорит. Есть и всё. Это мало или много? Вот для вас всё равно, вы есть или нет? То есть, может, для вас всё равно, а вот с товарищу, если вас нет, это целая история для него. Что делать тогда вдруг, если товарища нет? Деньги есть или нет? Тоже существует, правда? Обед был у вас или не было? Но сейчас уже его нет в любом случае. Но, во всяком случае, такой вопрос. Обедный перерыв можно было поставить, есть или нет? Существенное? Здоровье есть или нет? Нет. Ну, вот видите, нет. То есть, на самом деле, чем абстрактнее категория, то есть, чем она проще, тем она больше охватывает явлений. Кто-то говорит, ну, что за категория там бытия? А вот каждый раз мы должны смотреть, что здесь бытия, а чего нет. Бытие – это или ничто? Само слово «бытие» введено парменидом. Согласно его учению, бытие не возникает, не исчезает. Оно есть всегда, иначе оно не было бы бытием. Оно зависело бы от чего-то, что дало возможность ему возникнуть. Оно неделимо, неподвижно и закончено. Бытие у парменида умопостигаемо, то есть, можно его познать. Вторым мыслителем, поставившим вопрос о бытии, философии, был Сократ. Сократ открыл реальность, которая не является ни природой, ни человеком. Это третья реальность, и она соответствует тому, что называется бытием. Вот так он поставил вопрос. В средние века постоянным был вопрос, отождествлять ли Бога с бытием, или поставить его выше бытия. Бог есть? Ну, если в средние века отвечали на этот вопрос, да, так, значит, Бог бытие. То есть, надо его поставить вроде как на тот же уровень, да? А если вы ниже поставите, если ниже, так, может, Бога нет тогда? Если вы бытие куда-то опустите, не приведёт ли это к тому, что и Бог исчезнет? Если вы бытие не поставите на соответствующее место. Вот, так сказать, проблема была с этим бытием в то время, когда над наукой, над философией, господствовала религия. В новое время гносиология вытеснила антологию. То есть, стали не думать, есть или нет, а как познать то, что есть? А как познать – это уже гносиология. То есть, мы должны знать, как познавать, чем познавать, можем ли мы познать, каковы пределы познания и так далее. Потом стала проблема бытия и существования. Различать эти категории или не различать? Вот вы есть или вы существуете? Или вы и есть, и существуете? Третий вариант. Или вы есть, но не существуете? Ну вот, для тех, кто самостоятельно изучает науку логики Гегеля, это не вопрос. Почему? Потому что эти две категории очень сильно разделены. Категория бытия – это категория первой книги, первого тома объективной логики. Учение о бытии. В этом смысле это антология. А категория существования находится вообще во второй книге в учении о сущности. И это, как написано в этой книге, восстановленное через сущность бытие. Так что начинаем мы вторую книгу сущность со снятого бытия, то есть с бытия, которое отрицается самим собой. А сущность – это отрицание бытия. А раз отрицание бытия, там всё движение во второй книге, что настолько непривычных к этому людей запутывает или затрудняет, что даже Ленин, который писал конспект науки-логики, замечание такое делает, что вот в учении о сущности Гега говорит, что движение идёт от ничто к ничто. Ну, Ленин говорит, ну, от ничто к бытию есть, а вот чтобы от ничто к ничто, пожалуй, этого не может быть. На самом же деле, поскольку сущность – это снятое бытие, то форма этого снятого бытия какая? Ничто. Что такое снятие? Это отрицание с удержанием. А короче? А короче – отрицание. А что такое отрицание, самое короткое? Это и есть ничто. Поэтому движение от одной сущности к другой сущности – это движение от ничто к ничто. А вы привыкли к движению от ничто к ничто? Нет. Ну, поэтому это воспринимается очень, так сказать, с большим трудом. Поэтому некоторые товарищи, которые так бурно начинают изучать науку-логики, проходят бытие, там всего три части бытия, то есть качество, количество и мера, переходит в учение о сущности, тоненькая такая книжечка в учении о сущности, небольшая, и там уже и останавливаются. И трактор увяз, так сказать, в песках. Основными формами бытия являются бытие природы, бытие общества и бытие человека. В антологии ставится и решается следующий вопрос – обладает ли мир в своём существовании единством? И что является основой этого единства? Ну, это вот как-то раньше это было такой проблемой. Но, скажем, для Энгельса, который давал уже материалистическое понимание мира и материи, сама материя – это то единое, что есть. Вот то единое, что есть, то и материя. Поэтому о никаком разделении мира просто не может быть и речи. Ничего разделённого вообще нет, всё связано. Тот, кто из присутствующих думает, что он сам по себе, прав. В одном, что он и сам по себе. Но если он думает, что он только сам по себе, то тогда его надо покинуть университет. Потому что университет явно учреждение, с которым люди не сами по себе, а связаны всякого рода отношениями. И эти отношения сводятся и к обязанностям очень большим, и причём все обязанности вроде бы сводятся к тому, чтобы себя развивать. Себя развивать. А кто будет плохо себя развивать? Два. Ну так ведь? Так ставится. Мы вас предупреждаем, что если плохо будете себя развивать, хорошую оценку не получите. или письмо напишем туда, скажем, что присылаете таких. Приехали за 3-9 земель и плохо занимаются. Так что тут не получится так, чтобы сам по себе. Так. Является ли мир в своём существовании неизменным, или он постоянно изменяется и развивается? Я думаю, сейчас уже среди нашего брата, даже среди студентов, ну нет такого вопроса, чтобы объяснять, что никакого абсолютного покоя нет. Все мы находимся на бесплатной карусели, которая называется Земля, и она вращается за сутки, как раз делает один оборот. Так что пока мы тут сидим и пишем, мы за 24 часа обернёмся как раз вокруг земной оси, ну и одновременно пролетим большое расстояние вокруг Солнца. Правда? По той орбите, по которой двигается Земля. Голова не заболела ни у кого от вращения? Нет. Ну, значит, народ привычный, все время же вращались с детства, поэтому все время с этой карусели никто слезть не может. Поэтому сейчас это все упростилось, особенно в связи с освоением космоса. Если раньше, так сказать, еще можно было обсуждать на трех китах или на двух китах стоит Земля, то вот когда уже летают космонавты, они там, значит, смотрят, нет ли Бога, там уж китов они не смотрят. Но пока вот Бог не обнаружен был. Может быть, приборы слабые. Тем более религия нас предупредила, что его нельзя понять Бога так. Можно постичь только. А кто может постичь? Кто в него уверует? Кто уверует в него, тот и постигнет. Да, если вы не уверовали, так он вам и не дан. Нечего и давать знания о том, кто не верит. Правильно? То есть не верите, зачем вам давать какую-то информацию о Боге? Все? Хватит с вас того, что он всемогущий. Ну, вот никак вот такую проблему не могут решить. А может ли всемогущий Бог создать такой камень, что не сможет его поднять? Проблема. Ну, есть люди, которые обсуждают, обдумывают эту проблему. Она пока не решена. Обладает ли, да, упорядочен ли мир в своем развитии изменений? Подчиняется ли он каким-либо законам? Или он изменяется и развивается совершенно произвольным образом? Я думаю, что сейчас как-то вот даже всерьез доказывать, что он произвольным образом развивается, не приходится после того, как мы видим людей, образованных, по крайней мере, уже в школе, соответствующие знания даны, и этот вопрос уже не актуален. Обладает ли мир в целом и в своих отдельных частях системной организацией или существует как простой конгломерат различных элементов? Если мы знаем, что в мире действуют законы, в том числе всемирные законы тяготения, законы распространения электромагнитных колебаний, закон Ома, закон Кулона и так далее, ну, как-то нам уже эту тему открывать. Является ли он системой или просто конгломератом? Конечно, не просто конгломератом. В зависимости от решения вот этих вопросов философские концепции разделяются на материализм, идеализм, манизм, плюрализм, детерминизм, индетерминизм и так далее. Ну, материализм это понятно, материя первична, сознание вторична. Идеализм тоже понятно, идея первична или сознание первична, а материя вторична. Манизм, То есть, всё идёт из одного начала или, так сказать, из разных источников, из разных началов. Лиханов свою книгу посвятил как раз монизму марксистской философии. Плюрализм. Что такое плюрализм? Дескать, истин много. И вы правы, и я прав, и он прав. Ну, просто разные люди, разные мнения, разные позиции, разные знания. Их много. И монизм сводится к тому, чтобы убрать из исследования истину, плюрализм. Потому что если у нас плюрализм, то, значит, много-много-много разных истин. И какая из них настоящая истина, тогда этот вопрос повисает, пропадает. Он, на самом деле, поскольку истинное соответствие понятия с объектом, то вот плюрализм – это такая форма уйти от истины и рядом положить с истинным знанием то, что является знанием ложных. И ложных тогда очень много в высказывании, а одно правильное, одно истинное. И оно тонет тогда среди этих. Девушка говорит, давайте вот, что мы будем доказывать и выяснять, давайте проголосуем. Ну и вот, поскольку у каждой же своя истина, давайте вот, чья истина возьмется? Значит, давайте так, кто будет голосовать за мое, тому на балл выше. А вы можете другую оставить, точку зрения. Ну, не знаю, я смогу подкупить или не смогу, но попытка, не пытка. Так, пространственно-временные характеристики бытия. Вот что такое пространство, что время? С точки зрения всяких рассуждений – это будет долго и непонятно. А с точки зрения диалектики – это очень понятно и просто. Что значит? Берем вот материю как изменяющуюся. Если она изменяется, то она А – равна самой себе, да? И Б – не равна самой себе. Правильно? Вы по себе знаете. Ну вот. Вы же материя, причем высшая форма, обладающая сознанием. Да вы не печальтесь, вы тоже материя. А равенство материи с собой – это и есть пространство. То есть, если мы берем момент равенства материи с собой, с ней самой, она же равна сама себе или нет материи? Не только ее лучшие проявления этой материи равны самой себе, но и вообще вся материя равна самой себе. Но она же изменяется. А вот момент изменения выражается категорией времени. А почему время только в одну сторону идет? А потому что материя не просто изменяется, а она идет от простого к сложному. А как называется движение простого к сложному? Как? То есть, если вы умираете, это эволюция. То есть, если у вас не маленькая болезнь, а их много-много всяких болезней и так далее, да? Значит, движение от простого к сложному всегда называлось развитием. Развитие. А вы как понимали развитие? А что, не может быть движение от простого к сложному революцией? Только эволюцией? Что-то у вас такое ползучее движение. А революция – локомотивы истории. А вы историк? А что, вы локомотивы не заметили? Взяли эволюцию, червяков всяких взяли, а локомотивы не взяли истории. Ну, поскольку развитие – это движение в одну сторону, от низшего к высшему, простого к сложному, то есть, вот каждый следующий миг времени, он как бы – это материя, которая включает в себя и прошлое. И в то же время она уже не такая. Она уже отрицает свое прошлое состояние, переходит в другое. В какое? Раз она включает все, все предыдущее, вся история развития, вся яснежь включается, правильно? Значит, мы имеем дело с однонаправленной стрелой развития, и вот она выражена временем. А в развитии еще есть противоположные тенденции, но это другой разговор. В том же развитии есть движение, совпадающее с направлением развития, а есть движение, противоположное направлению развития. Вот все вы только развиваетесь, я одновременно и развиваюсь, и умираю. А вы все только развиваетесь. Чего вы так недоверчиво смотрите? Да ладно, как вы умираете? Вы расцветаете только. Потом поговорим попозже. Лет через 20, 30, 40 вернемся к этому вопросу, а сейчас пока можно от этого абстрагироваться. Нет, ну можно, конечно, усугубить. Скажем, мне сейчас 73 года. То есть я до этого возраста дожил. А вы уверены, что до этого возраста доживете? Вот. Да кто в лучшем положении? Вы или я? У меня-то уже вот оно гарантировано. Потом все время собирается удлинить этот пенсионный возраст. Выхода на пенсию, чтобы вот... Ну как-то жалко государству. Человек уже не работает, и деньги выплатить надо. Да уж надо как-то честь и совесть знать, так сказать. Ну все. Идите на заслуженный отдых, и если без денег, то быстро ваш отдых закончится. Нет, они все вот получают и получают. Живут и живут, живут и живут. А если вы читаете современных экономистов, в том числе моего дипломника, товарища Кудрина, он все время так, на Сочи выставит вопрос, что вот вся экономика уперлась в один вопрос. Надо увеличить возраст выхода на пенсию, и тогда все будет хорошо. Но такие мысли, как бы немножко урезать аппетиты наших олигархов, ему в голову не приходят. Тем более, что вот последние свежие данные, я могу вам привести, поскольку они напечатаны были в российской газете, они характеризуют состояние вот это, наше движение материи в современной России. за три года, 1914, 15, 16, заработная плата реальная, то есть выраженная в количестве продуктов, а не в бумажках, сократилась до уровня 92,5% от 2013 года. То есть сокращение на 10% почти. Реальные доходы граждан сократились до уровня 2013 года, 90,5% от уровня 2013 года. А количество долларовых миллионеров за 2016 год выросло на 10%, от долларовых миллиардеров на 11%. А вот свежие данные поступили за прошлый год. За прошлый год количество людей, которые имеют более 500 миллионов долларов и более в России, выросло на 22%. Поэтому, если будут рассказывать, что у вас успехи в вашей экономике, это все у вас успехи. Вот, 22%. Нигде такого более бурного роста долларовых миллионеров нету. Вот так. А вот еще некоторые ходят, вот этот же самый Сурайкин предлагает взять и установить прогрессивную шкалу налогообложения. Как во всех странах, везде есть, кроме России. Вот вы не додумались, для того, чтобы сделать плоскую систему обложения. И бабушка какая-нибудь, которая получает 9 тысяч, с нее берут 13% подоходного налога. И с миллиардеров берут 13% подоходного налога. У нас равенство. У вас нет равенства. У нас равенства сильные. У нас все равны. А вот во Франции, те просто вообще, они просто измываются над богатыми. Уже и социалиста нет, уже другой Макрон какой-то. А все равно у них 56,8% с высоких доходов берут подоходный налог. Шкала возрастает. Чем больше доход, тем больше берут. Депардье это не понравилось, он даже уехал оттуда и стал гражданином России. Говорит, вот жизнь здесь. Деньги собрал, никто не берет с них большие налоги. Красота. А во Франции это же просто ужас, кошмар. Ну и как она развивается, Франция? Ничего ведь развивается экономика. А почему? А потому что, и как вот, что же не бузят эти богатые мира сего, французские? Почему они не бузят? Ну они-то знают, а второй они, как хорошие шикматисты, не на один шаг рассчитывают партию, а хотя бы на два. На следующем шаге что будет? Вот государство получило эти деньги, а дальше что? А дальше будет давать государственные заказы. Кто получит государственные заказы? Кто-то много денег имеет, или кто-то мало? Вот кто-то много, тот и получит. Поэтому денежки будет вернут. Но собирают-то со всех, а денежки-то придут самым богатым. Поэтому там богатеют люди очень хорошо. Почему? Потому что имеется вот эта система налогообложения. Что плохого? И богатые люди понимают, что это для них золотое дно. Такая система налогообложения. Ну наши вот они как бы, вот знаете, как шахматисты, вот он видит на один шаг, а второй шаг он уже никак не... Ну как я отдам? Ну как я отдам? Сейчас отдам. И он говорит, на втором шаге ты получишь. Не, я его не выпущу, не открою. Вот что характерно? Почему он называет кулаков? Потому что ты вот, он даже пятачок у него. Вы пока вот не разожмете, вот так вот, не отдаст пятак. Так что добрых кулаков не бывает. И добрых олигархов тоже. Ну вот, это мы с вами разобрались очень быстро, с пространственным временем. Проблема жизни. Ну вот я не знаю насчет проблемы жизни. По-моему, с проблемой жизни это никакой особенной и нет, пока есть жизнь. Проблема начинается, когда ее нету. Проблема жизни. Ее конечности и бесконечности. Жизнь наша конечная или бесконечная? Ваша конечная. Ну, нам жалко. У вас. У всех конечная жизнь? У всех. А что у вас жизнь называется? Сейчас мы и разберем этот вопрос. Так, у нас вариантов очень мало. Значит, присутствующим предлагается выбрать вы растения или животные. Вы растения или животные? Не уклоняйтесь. Растения. Вот дубы 300 лет. Он сразу выбрал. Он знает, как решить эту проблему. А вы вот если выбрали животное, ну, тут уже горизонты не такие. Правильно? Поэтому, а есть же и дольше, есть и по 500 лет растения, да? Ну вот. Бабабы есть тут у нас? Нету, да? Ну, жалко. Жалко. Вот. Это, во-первых, это бытие. Но мы же с вами различаем бытие и сущность. Вот у вас сущность-то какая? Чего? Ну, это что-то масло масляное. Ясно, я хотел к людям обращаться. Что вы тут прямо обижаете меня? Сущность у вас какая? Животное? Да. Животное? Как у кошки, что ли? У мышки? Другие есть ответы? Что, никого нет, кроме тех, у кого только животное сущность? Что-то вы так как себя представили. Иногда спрашивают секретарши, как вас представить? Как-то я звонил сыну своему на работу, он говорит, как вас представить? Я говорю, представьте меня, как отца. Закудивилась. Как вас представить? Какая у вас сущность? общественная. Вот. Один человек есть из Великого Китая. Тысяча миллиард триста восемьдесят миллионов. У него общественная сущность, а у вас сущность животное. Поесть, поспать. Проснуться еще поесть, поспать. Ну, ладно, эти понятно. Вы-то чего так вот опустились? Ну, вы-то, я надеялся, что вы скажете, у меня сущность общественная, а что, а общество, оно бесконечное и вечно. И вам это не нравится? Вот вы в свою жизнь сделаете что-то великое, продвинете человечество вперед и будете жить вечно. Чайковский живой? Ну, он, конечно, сейчас не кушает, не завтракает, не обедает, не ужинает, не отправляет никакие естественные... Но его произведение все время исполняется и исполняется, и они никуда не уходят. Они у всех на слуху. Чего, плохо, что ли, это? Плохо быть Чайковским? Не хотите Чайковским, Эйнштейном, пожалуйста, становитесь. Это же человеческая сущность тоже в этом науке, да, выражается? А Бетховен? А он оглох, между прочим, то есть его-то с точки зрения, вот как вы подходите с животного такого угла. Ну, человек оглох, чего о нём говорить? Так он музыку потом писал прекрасную при этом. Рукой писал. Не слышал. А вы слышите, какая хорошая музыка? Потому что он для вас писал. Он же... У него сущность общественная. Ну, другого способа быть бесконечным и вечным нету, как иметь общественную сущность. А у вас какая сущность животная или общественная? У меня? Да. Я вертолёт. Такая? Какая? Я вертолёт. Значит, и у вас... Значит, вы булыжник, камень. А почему? Пожалуйста. Обращайтесь ещё. Ну, вот, значит, у нас всё определилось. В этой аудитории есть А. Один человек с общественной сущностью, один вертолёт и остальные животную сущность имеют. С чем я поздравляю всех, кто имеет животную сущность, что, слава Богу, вы не сказали, что у вас растение. Хотя некоторые могли бы на этом выиграть, потому что растение, растение, оно в известном отношении выше, чем животное. В каком отношении? Вороз. А? Вороз. Нет. Вот вы белки можете синтезировать из воздуха под воздействием солнечного света и воды, которую вы тянете из-под земли? Можете? Нет. Ну, вот. А берёза, может, и дуб там вот откликается некоторый. Дуб-то может же синтезировать. Да? Мы же изучали это в школе. Где проходит этот процесс фотосинтеза? В листьях. Вот. Видите, всё знаю. А может, вы и есть растения? И мы на них бы посмотрели свысока, сказать, ну, что вы, это животное? Вы только можете, белки, которые мы создаём, только вы можете их потребить. И всё. А это вообще из ничего, можно сказать. из воды под воздействием света и минеральных веществ, которые берутся. Ну, корни только. У вас корни-то какие-то есть? Ну, и всё. Всё. Больше ничего ведь не надо. И солнышко нужно. Вот это специально завешивают. Это животные всё завешивают. Ну, кто и так солнца мало в Ленинграде? Всё завесит и закроет ещё, чтобы воздуха не было. А вам же нужен свежий воздух, правильно? Какое растение-то? Вам-то не надо никакого воздуха. В тепле. Вам в тепле бы спать. Спать бы в тепле, да. А тепло можно вот от этого от компьютера там греется всё время. Так. Ну, вот. Видите, как интересно мы. Ну, не знаю, удастся мне сагитировать остальных поменять сущность на общественную, да? Удастся? Сейчас вот я вам рассказывал, у вас карточка есть у кого-нибудь страхование? Нет? Нет? У ни у кого с собой нет карточки? Можно почитать? Можно почитать вот это, да? Вот это такая вот. Почитайте, что на обороте там, что написано. Туда бы добавить ещё, что сущность можно поменять. А тут написано, а что, у вас такая? Да, это время. С ума сойти. Нет, у вас тут не написано, это у вас не то. Не пойдёшь. Вот хорошая карточка, можно? Я зачитаю с выражением. Вот, вот карточка, читаю. Страховое свидетельство подлежит обмену в случаях изменения фамилии, но это бывает, имени, тоже бывает, отчества, это уже, конечно, как-то так сомнительно. Даты рождения, на 10 лет меньше сеть. Сейчас вам не надо, лет через 10 раз опять. Место рождения, я не знаю, с какой целью надо место рождения. Или пола застрахованного лица. Это какие-то мужики придумали. Потому что на пенсию женщины у нас, сколько идут? С 55. А мужчины? Вот им, когда уже 55 приближается, меняют пол, меняют эту всю штучку. Вот эту штучку труднее поменять, чем пол. Вот эту штучку меняют. И тут, говорит, на пенсию выхожу. Был Саша, и опять Саша, она выходит, и на пенсию, пожалуйста. Вот надо сюда дописать. Или сущности, и обмен, в случае изменения сущности. Вы животное на общественном меняете сущность? Вот. А вот сюда вот не написано. Что делать? Поменять-то вы поменяете, а как здесь оформить? Вот это не предусмотрено. Лучше сразу не менять, сразу стоять на том, что сущность у вас общественная. Я вам советую. Тогда будет легче, потому что с этой машиной не справишься. Ну, нету там такого раздела сущность. И всё. Так. Ведь взгляд сущностный – это не поверхностный взгляд, правильно? То есть мы должны через поверхность бытия проникнуть в сущность. Вот вы на меня зло смотрите, а человек добрый по сущности. А смотрите зло. Или наоборот, весело так смотрите, а потом, ну, как его прибить на себя? Если злой человек по сущности. То есть не надо смотреть только на поверхность. Мало ли, как он там смотрит и как говорят. или вот там смеются и говорят, как нам грустно думать про себя. Как нам грустно. Так. С бесконечностью мы разобрались. Уникальность. Насчёт уникальности мы ничего не утверждаем. Есть ли только наша жизнь во Вселенной или нет? Потому что на примере нашей Земли видим, каких только животных нету и каких только растений нету. Кого больше всего по весу на Земле? Людей или червей? Червей больше. А раз их больше, то пусть их птицы клюют, а мы будем кур потом есть. И так далее. И такая пирамида выстраивается. Так. Насчёт множественного Вселенной пока данных нету. научных. Подождём. Понятие материя прошло несколько этапов в своём развитии. Первый этап. Этап наглядно чувственное её представление. Чё тут? То, что видим, то и материя. Второй этап. Этап вещественно-субстратного представления. Материя отразделяется с веществом, атомами. Третий этап. Формирование философско-гносеологического представления о материи. А что значит гносеологическое? То есть, что формирование твоей мысли, что её можно познать, материю. Познать и закрыть. Если что. Материя. Если её определять. Ну, как бы вы её определили? Я хочу спросить. Может быть, тут скажете, что вы нам объясняете? Мы и сами знаем, что такое материя. Кто знает, что такое материя? Кто скажет? Кому вам? То есть, чтобы знать, что такое материя, надо знать ему. А это вам двоим, да? Я правильно понимаю? Вам тоже. Ну, он мне говорит, не, ну, я не знаю. Вы же определяете. Объективная реальность, данная нам, ощущение. То есть, в понятии, чтобы знать материю, я вас должен знать. Человеку. Человеку? А что, если человека нет, материи нет? Нет, есть. Есть? А зачем тогда это вам? Нам? Им? А эта материя дана им в ощущениях? Нам? Тем? Этим? Что за рунда? Это определение материи или это суждение материи? Вот роза есть растение. Это определение розы? Нет. Нет? Только вы почему-то решили, что это определение? Там написано, что ли, определение? Там просто высказывание о материи. Высказывание правильное. Это же разве можно определять так? Объективная реальность, данная нам. В ощущениях. Потом, ощущение – это что? Это что-то более простое, что ли, чем материя? Только ощущение есть только у очень высокого класса какого-то развития материи. Правда? Как это? А я хочу простое через сложное, что ли, я вас научили определять простое через сложное. Может быть, это бытие в своём развитии? Это развитие, значит. Так надо знать. Это самая простая категория или самая сложная? Материя-то. Это простая категория или сложная? Ну, это сложно. А с чего она сложна-то? Она же разнообразная. Это уже мало ли, что она разнообразная. А зачем мне объяснять её через такие сложности? Ну, Энгельс говорит очень просто. Единство мира в его материальности. И всё. Весь мир – это материя и есть мир. То есть материя – то единое, что есть, и всё. Нечего тут рассуждать на эту тему. То единое, что есть в материи. Если вы скажете, у меня мысль есть, это не единое, это уже другое. Это уже отражение материи в ваших головах. Вот и всё. Простое и должно быть простым. Если мы начинаем вот с этой самой простой категории материи, так она и должна быть выражена как простая. А то объективная реальность. А реальность категории знаете, что такое? Сказать? Реальность – вот качество. Это качество. Бывает качество как реальность и качество как отрицание. Вот, допустим, вы… Вот ваше качество, что вы сейчас в чёрной курточке. А я могу как отрицание представить. Вы не в белой курточке. Видите разницу? То есть одно и то же обстоятельство, что вы в чёрном, я изобрели, что вы в чёрном, а можно сказать не в белом. Вот вам как-то лучше сказать, что вы красивая или вы не дурна? Лучше первая, правильно? А если не скромно? Ну да, ну вообще лучше первая как-то. Но это не вы же будете говорить, я же буду говорить. Ну тогда вам пишите. Тогда мне виднее, да? То есть одно и то же качество можно выразить и как реальность, и как отрицание. Вот высокий человек, я скажу, не низкий. Вот про вас я буду говорить. Вот как вы предпочтёте сказать, что вы умные или что вы не глупые? А? Второе. Второе. Это вы не глупые, а вообще умные не хотите быть. Ну как хотите, что я могу сделать? А если я так поставлю вопрос, что вот товарищ, вот у меня там есть сопор, нет, там вертолёт, вот, товарищ вертолёт. Вы как предпочтёте, умный или не дурак? Как вот сформулировать про вас? Лучше, я тоже считаю лучше, потому что это целая морока. Вот если объяснять, что такое не дурак, это я должен остановить лекцию, пойти и начать искать поэтому дурака. Правильно? Чтобы потом его сюда привезти, поставить вас рядом и сказать, вот это, вот это не дурак, не такой. Правильно? А для этого мне надо, я ходил-ходил по институту истории, не нашёл дурака. Куда я пойду? Ну, к себе, там скорее мы найдём кого-нибудь. Они же философы, сами знаете. И это у нас вообще нарушит весь наш процесс. А вы очень правильно ответили. Умный и всё, и какие разговоры ещё есть? Только умный может считать, что он вертолёт. Вам-то в голову такое не придёт. Темнота. Так, ну вот. Ну, с определением материи мы справились. То единое, что есть, и всё, и не надо тут мудрствовать лукаво. Значит, несколько вот вещей, которые мы только можем внешнюю оболочку видеть, а так познать нельзя. И так это всем понравилось, кто изучал философию Канта, что это стало модным. Вещь в себе, вещь в себе. Говорили, писали об этой вещи в себе, пока до Гегеля не дошло. Когда до него дошло, говорит, ну вот, у нас стало, сказать, какое-то изысканным блюдом изучение этой вещи в себе. Как будто бы никто не знает, что это такое. Да мы знаем, что это такое. Раз её нельзя познать, ничего о ней нельзя узнать. Значит, это просто пустая, неживая абстракция. И всё. И выбросил её из философии. И на этом закончилась эта категория и, соответственно, её вот такое рассмотрение. Так. Ну вот, материя есть, она познаваема. Движение. Как способ существования материи. Движение. Ну вот мы с вами будем изучать движение и разные формы этого движения. В частности, заранее могу сказать, будем рассматривать отдельно становление, специально будем рассматривать изменения, специально будем рассматривать развитие. Вот эти три формы движения. Вот. Ну, а свойства движения какие? Что оно, во-первых, материально. Материя же движется. Не движение без материи, а материя движется. Во-вторых, оно объективно. А не в голове у нас только движение, а на самом деле оно происходит. Движение универсально. То есть всё движется. Нет такого, чтобы не двигалось. Ничего мы не найдём такого, чтобы не двигалось. И движение противоречиво. Ну, например, в чём противоречие механического движения? Вот сейчас, видите, я иду. Это механическое движение, да? И в чём его противоречие? Вот я вас спрашиваю, если вы не ответите, я вас спрашиваю. Он за это время придумает уже. В чём противоречие движение бывает движение без противоречий ну так и в чем и противоречит сложный а сложно это сложно из простых пожалуйста складывайте из простых чем а что то противоречить то вперед то но это не противоречие это туда иду то сюда сейчас это в разное время то я иду туда вы иду сюда это в разное это и одновременно шел бы туда и сюда это было бы противоречие правильно вот я например сейчас развиваюсь и тут же умираю это противоречие это всем понятно вы-то не умирайте я умираю я вам не могу сообщить такие печальные вещи я не у полномочий хочу пугать и народ вот то есть надо понять что противоречие в одно и то же время идет движение в противоположные стороны в противоположные противоположность надо сформулировать сейчас мы спросим товарища вертолет и он скажет так а сила трения в обратную направлено можно сказать сила направлено а больше другой силы нету так она одна что ли она направлена сила а ей другая сила противоположность какая ну чтобы было противоречие надо чтобы было одно было и в одну сторону и в другую правда от вас сила выделена одна бы и все силы есть другую сторону а где еще и противоположность какая я весь весь я противоположность этой силе вы же двигаетесь в одну сторону это сила по направлению движения сила трения в обратном если я двигаюсь это сила то есть я сила да хорошо мне нравится на ответ плохой а комплимент хороший а как относительно других предметов я и относительно вас тоже 9 вы себя предметы зачисляется что нет так значит я вот такой вопрос любил с этими с водителями обсуждать на машине да ну как вы объясняете вот ваше движение вот я в этой точке сейчас вот нахожусь или нет в этой точке вот мы сейчас проезжаем с вами эту точку проезжаем или я прохожу это все равно какая разница противоречия движения одно и тоже механического я прохожу эту точку прохожу что значит я прохожу . я в ней нахожусь или нет да говорит товарищ правильно а если только в ней нахожусь то это кстати вот пошел и застыл это я в ней нахожусь так я не застыл значит все надо сказать а значит не находитесь итог какой вот учитесь товарищ вертолет вот вот я нахожусь и не нахожусь в этой точке вот в этом состоит противоречие механического движения если я в ней только нахожусь то есть никуда и не стронусь а если я только не нахожусь то чего же я перелетаю и не находить не попадаю в эти точки через которые я подвигаюсь никак не иначе не поймешь вот это очень важно то есть даже самое простейшее движение из излагается и выражается противоречия не только вот если я живу значит я умираю да потому что некоторые правда есть у нас такие философы которые целые дипломные работы значит пишут на тему о том что вот так сказать смерть это как категория философия природы убийство как философия категория природы я говорю что вы делаете это через написали такую диплом на работу а второе значит самоубийство как категория социальной философии и такие девушки языка жизнерадостные вообще у них чего пишите то то есть смерть надо отдельно рассматривать или это просто жизнь это просто один момент жизни но есть рождение и смерть но это все жизнь это к жизни же относится вы взяли смерть вырвали и страшаете всех но если я умру значит я жил да а вот если я не умру начали не жил но я правильно рассуждаю да я не родился то есть тот кто не умер тот не рождался выходите никогда не умереть не рождайтесь очень легко рецепт простой но уже опоздали товарищи извините пожалуйста все проехали так что там нас еще хотят от нас потребовать так середине 19 века были сформулированы принципы классификации основных форм движения материи была создана классификация форм движения которая включала механическое физическое химическое биологическое и социальные движения хочу спросить вот сейчас очень часто пишут с особым таким шиком что человек биосоциальное существо кому это нравится поднимите руку новых вам нравится такое выражение не вам не на а кому нравится вы биосоциальное существо нет 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 а есть биосоциальные тут существа 1 социальные что ли белого нету а кто вы кто вы а сущность общественность а я вас про не про сущность спрашиваю а про пути и вот это довольно распространено вот в этих учебниках люди пишут что ты придумал такую чепуху как вы думаете и они кланы никто фамилии не называет свою как всегда какие-то сделать великие такие открытия как все об этом пишут а потом знаешь и начнут потом искать гоняться за этими людьми или на всякий случай фамилии не указывают ну вот скажем если мы берем социальное существо да вы так объявили себя социальным существом если вы социальное существо значит вы и биологическое потому что социальные бытие биологическое нет но значит вы и существо то и биологическое тоже правильно раз вы биологическое значит и химическое у вас процессы есть химический Завтракали сегодня. Переваривайте пищу. Всё, химизм у вас есть. Химическое вы существо? Химическое, так. Знаете, что энцефалограмму можно снять? И узнать, какие у вас импульсы? Электрическое существо. Физическое у вас существо. То есть вы уже смотрите, кто? Социо. Био. Химико. Физико. А сейчас мы о чём говорили? Механико. Вот представьте, я не про вас, про себя. Когда мы станем скелетами. Для этого не надо ни кожи, ни сердца. А так толкнутый. Это механико. То есть вы. Можно я вас представлю? Вот товарищ. Он социо. Био. Химико. Физико. Механическое существо. А? Звучит гордо. Звучит гордо. Это мне напоминает. Мы с профессором Казёновым являемся действительными членами Петровской академии наук и искусств. И вот мы идём на конференцию, на съезд Петровской академии. И там гостиницы на Крестовском острове продают матрёшки. Матрёшка какая? Путин. Открываешь. Медведев. Кто там? Медведев. Не, Медведев не. Ельцин. Ну, Ельцин назначил Путина. Не помните? Вместо себя. Ну, чё вы? Открываем. Горбачёв? Ельцин. Горбачёв. Открываем Горбачёва. Брежнев. Брежнев. Открываем Брежнева. Хрущёв. Открываем Хрущёва. Сталина. Открываем Сталина. И маленький, маленький такой. Маленький такой. А уже дальше не открывается. Вот мы с вами вопрос о сущности очень хорошо разрешили, я считаю. С самого начала вы твёрдую заняли позицию, что вы социальное существо. Говорят, ниже я не опущусь ни за что. И не опустились. А то, что вы, так сказать, в себе задержите всё, так это так характеристика всякого. Сложного существа. Правильно? В нём всё есть. Всё есть, всё с собой. Ну вот, о себе много узнали вы уже? Всё. Ну вот, видите, как всё. По-моему, придёте и домой будете рассказывать. Можно сегодня телеграмму отбить. Пусть узнают, что я вот узнал тут в России, что я социо, био, химико, физико, механическое существо. А вы там всё сидите и не знаете. Приезжайте сюда, здесь вам объяснят. Так. Ну это очень важно, мы определили, что такое человек. Это существо. Это существо. Социо, био, химико, физико, механико. Механическое существо звучит гордо. Вот это звучит гордо. Ну вот, тут есть разные формы движения, мы к этому ещё вернёмся. Существует две основные теории, объясняющие сущность пространства и времени – субстанциальная и реляционная. Субстанциальная теория уходит корнями к Демокриту. По его представлениям, мир – это атомы и пустота. Но именно Ньютон в своей знаменитой книге «Математическое начало натуральной философии» ввёл господствующее в науке до начала XX века понятие пространства и времени, известное как абсолютное пространство и абсолютное время. Абсолютное пространство, как универсальное вместилище себя и всего существующего в мире, оно безотносительно к чему бы то ни было внешнему, всегда остаётся одинаковым и неподвижным. А абсолютное время предстаёт, как универсальная длительность любых процессов во Вселенной. Оно само по себе, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно. И с точки зрения этой концепции, абсолютное пространство – время и материя представляют три независимые друг от друга сущности. Среди учёных, которые не соглашались с Нигетоном, был Лейбниц. И лишь в середине XIX века, когда Максвеллом была создана теория электромагнитного поля, учёные задумались о замене абсолютного пространства и абсолютного времени относительным. Тем не менее, утверждение новых взглядов на пространство и время произошло только в начале XX века, после создания Эйнштейном теории относительности. В 1905 году появилась статья неизвестного ещё тогда Альберта Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел», в которой были сформулированы основы специальной теории относительности. В 1916 году была создана общая теория относительности. Вывод. Свойства пространства и времени зависят от свойств движущейся материи и от гравитационных полей, в которых происходит движение. Общие свойства пространства и времени – объективность, всеобщность, противоречивость. Свойства пространства – протяжённость, трёхмерность, изотропность, однородность. Свойства времени – длительность, необратимость, одномерность, однородность. Идея развития в философии. Диалектика – философское учение о законах развития природы, общества и сознания. Первоначально термин «диалектика» означал искусство вести беседу, рассуждать. Сократ. Наиболее яркое воплощение диалектики, как учение о развитии, мы находим у Гераклита. Всё течёт, всё изменяется. Идеи развития, проявившиеся в разных науках – биологии, космологии, истории – были философски осмыслены в трудах представителей немецкой классической философии. Прежде всего, в сочинениях Гегеля. Именно в трудах Гегеля диалектика впервые была разработана как учение о развитии мира. Диалектика Гегеля разработана на идеалистическое основе. Маркс и Энгельс рассматривали развитие как атрибут материи, их диалектика материалистическая. Метафизика, буквально после физики, – наука о сверхчувственных причинах и началах бытия. Впервые термин употребляет Андроник Радосский. Первый век до нашей эры, назвавший так группу трактатов Аристотеля о бытии самом по себе. Метафизика как метод познания и понимания природы сформировалась первоначально в естествознании, затем была перенесена в философию Фрэнсисом Бэконом и Джоном Локком. Классическая метафизика XVII-XVIII веков была антидиалектична, то есть не признавалось развитие, и механистично, то есть все формы движения сводились к механической. Неометафизика существует или в форме плоского эволюционизма – кто у нас тут эволюционист? Ну, он не плоский, наверное. Да-да-да. Так, или творческого эмерджентизма. С XIX века понятие «метафизика» означает в противоположной диалектике метод, отрицающий качественное саморазвитие бытия через противоречия, отяготеющий к построению однозначной, статичной и умозрительной картины мира. Диалектика, будучи теоретическим образованием, представляет собой сложную систему взаимодействующих между собой моментов. Современная диалектика рассматривает в качестве своих основных положений объективность, развитие, детерминизм, системность, конкретный исторический подход. Закон в диалектике – это необходимое, существенное, устойчивое, то есть повторяющаяся связь между процессами и явлениями мира, спокойное в явлении. Законы делятся на всеобщее, общее и частное. В рамках детерминизма важно рассмотреть динамические и статические законы. Законы диалектики – это всеобщие законы, то есть действия их живая и неживая природа, общество и человеческое мышление. Можно выделить закон взаимного перехода количественных изменений в качественные. Для понимания этого закона надо определить основные категории – качество, количество, мера. Качество – это непосредственная определённость предмета. Ну, ты, я так могу сказать, а кто-нибудь скажет, что такое определённость? То, что я прочитал, это правильно. Качество – это непосредственная определённость примета. А что такое определённость? Равенство в самому себе? А? Равенство в самому себе? Нет. Равенство в самому себе – это в себе бытие. А я про определённость спрошу. Ну, что вам придаёт определённость? Постоянные качества. Качество. И качество – это следующая более сложная категория, чем определённость. Определённость более простая. Дайте вам вашу простую определённость. Всё. Человек в чёрной куртке. Не вы, что ли? Я. Ну, всё. А эта куртка – это вы, что ли? Нет. Нет. Значит, куртка – это ваше отрицание? Нет. Как нет? Ну, вы – это не куртка. Ага. Ну, вы – даёт. И что, это кожа, что ли, ваша? Бывают кожаные куртки, но не из своей же кожи. Интересные вы, товарищи. Это я к простому иду. Понимаете, что иногда со сложными-то вы разберётесь, а с простыми-то… Значит, так это ваше отрицание – куртка. Но это не вы. Ну, слава богу, хоть. А то я думал, что вы – это куртка. Знаете, как-то человек сам признался, что он – куртка. Ну, хорошо. Раз это не вы, но это же вы в куртке, значит, это ваша определённость? Ну, да. То есть, ваша определённость состоит в том, что это вот не вы. – Определённость – это отрицание. – Отрицание, да. Отпределённость – это небытие, принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Вы-то имеете форму человека. Вы же доказывали свою сущность общественную. Я уже испугался. Такой человек вдруг появился, он вообще сводится к куртке. Куртка – ваше отрицание. Сущность у вас общественная. Вы не забыли, что у вас не курточная сущность, а общественная? А куртка – это ваше отрицание. Хотите, поменяемся. Я вам дам пиджак, а я надену куртку. И всё. Это не проблема. Это же ваше отрицание. Это менять можно запросто. А бывает какая-нибудь определённость, которая не была бы отрицанием? Чай с лимоном пили? Лимон, чай? То есть это отрицание чая? То есть вы пили чай с отрицанием чая? Ну так? Хорошо. А вы чай сладкий пили? А сахар – это разве чай? Значит, сладкий чай опять определённость чая, да? А если чай с сахаром и с лимоном? Две? Два отрицания. Чай с двумя отрицаниями. Дайте мне, пожалуйста. А почём у вас часть с двумя отрицаниями? Ну, два же? Два небытия. Ну, вот Гегель-то показывает, что только… Всякая определённость – это отрицание, небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Вот у вас всё так хорошо, и шарфик такой. Шарфик – тоже ведь ваше отрицание. Вы же не будете наставить, чтобы вы – это шарфик. Но если бы вы в очереди стояли, а вот там за вами многие бы стояли, они бы сказали, а я вот за этим шарфиком стою. Так говорят. То есть для определённости. Им человек не важен. Важно, что в очереди надо не потерять очередь. А как-нибудь ещё можно понимать? Гегель на этом останавливается, растолковывает. Вот смотрите, вот вы пишете. Что вы делаете-то? У вас была чистая тетрадка. А теперь, смотрите, она вся засинена вашими буквами. Чего вы портите тетрадку-то хорошую? В России взяли тетрадку или из Китая привезли? Из Японии. Из Японии. Японскую тетрадку испортил. Ну, а что вы делаете таким образом? Раз вы придаёте определённость… У нас пустая была тетрадка, а теперь она с отрицанием. Вот это отрицание этого чистого белого даёт определённость. Это уже у вас записи, у вас содержание есть. То есть содержание получается через то, что вы белое затемняете, а или, если это доска чёрная, забеляем белым. Так? И Гегель по этому поводу говорит, что в абсолютном свете, вот только всё, если светлое, так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот представьте, скажите, иногда людей приглашают сниматься, какие-то книжи-артисты. Вы такие включаете вечера, что они не могут вообще выступать, не видят. Не видно ничего. В абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютном тьме. Для того, чтобы получить какую-то определённость, нужно отрицание. Только отрицание даёт определённость. Вот, например, как можно определить человека. У вас мочка есть на ушах? А есть такие животные, у которых, кроме людей, у которых есть мочка на ушах? Вы безъяны? Нет, нету. Нету, только такие животные, у которых есть мочка на ушах. Но мочка – это же не вы, если это мочка ваша. Не вы? Вы же не мочка, у нас сущность, мы не забыли вашу сущность. А мочка – это не вы. Так вот, можно так сказать, что определённость человека, Гегель говорит, определённость человека – наличие мочки на ушах. Это не определение человека, это определённость человека. То есть вы его выделить можете, определить, положить пределы. Это не люди, а это люди. Как? По какому принципу? У кого мочки есть, подходи сюда. Мочек нет, уходи отсюда. А если в аварию человек попал, что он не человек? Потерял определённость человека. А определение не потерял? Нет, потому что сущность у него общественная. Потому что если мы говорим о человеке, то надо тогда выразить его общественную сущность. И определение человека звучит совсем не так, как определённость человека. Это что? Это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное звучит гордо. Как? Красиво же? А тут скажут, что человек звучит гордо. А чего оно гордо звучит? То сущность не взяли, оно гордо и не звучит. А вот животное общественное, трудящееся, труд создал человек. Говорящее, как без разговора, да как можно трудиться? Это же общественный труд. И разумное. Потому что если человек, наверное, ещё говорящая, то и разумное. Красиво же получается. Теперь вы знаете, кто вы? Ну, теперь вы можете гордиться. Ну, наконец. Ну, вот. Вполне гордиться. Он-то сразу гордился. Он знал свою сущность и всё. Он сущностью одной гордится. Ему этой детали там не надо никакие. Это всё входит в социальные. Правда же? Ну, и всё. Вот как люди устраиваются. Сядут на первый ряд и всё знают. Это я ему рассказал. На перерыве. Шутка. Это он мне рассказал, как лекцию читать. Это уже не шутка. Так. Ну, что у нас ещё требуется? Так. Определённость. Так. Качество. Это непосредственная определённость предмета. С качеством получается некоторый переворот. Потому что, когда вы берёте определённость, она не бытия, а отрицание. Да? А она берётся как положительное. Вот то, что вы написали, это же отрицание белого. А вы берёте теперь, это как содержание лекции. Как положительное. Правильно? И это отрицательное берёте как положительное. Вот это качество. Определённость берётся как положительное. А если она берётся как сугубо положительное, Это будет называться реальность. А как отрицательная, так и будет называться отрицание. Одна и та же определённость может быть взята, одно и то же качество может быть взято и как реальность, и как отрицание. Например, человек толстый, значит, не тонкий. Худой, значит, не жирный. Умный, значит, не дурак. То есть давайте любое качество, и я его представлю как реальность и как отрицание. И вот этим начинают люди пользоваться, особенно писатели. И так вас могут разрисовать. Сейчас вот про вас буду рассказывать. Всё хорошее. Никого не зарезало – раз. Никого не убило – два. Никого не воровало – три. Никого не огорчило – четыре. И вот я буду рассказывать, рассказывать. И что-то это как-то картина такая. То есть у вас связь, какую связь? Отрицательную поставленную связь со всякой дрянью. Потому что если с дрянью всё время имеешь дело постоянно, так чуть ли не замазываешься в ней. В единство вступаешь. Хоть и в отрицательное единство. Вот я сейчас от вас отталкиваюсь. А все видят, что я к нему котронусь. А если он вор, так я уже с вором якшаю. Смотрите, вот. А что делать? Ахаха мне иначе. Гегель говорит, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Вот она диалектика-то как раз. Никогда не денешься. И только кажется, что я откликаюсь. Говорит, я абстрагируюсь от всего. А что значит абстрагируюсь? Я от вас уже абстрагировался. Теперь я от вас абстрагируюсь. Иди сюда. Вот я, видите, от него оттолкнулся. Сейчас подойду, от всех оттолкнусь. Это что значит? Это значит, выходит ко всем притронусь. Вот теперь вы понимаете, что такое абстракция. Почему абстрактные категории, такие как бытие, всё выражают? Да потому что она получена путём абстрагирования от чего? От всего. От всего она получена. То есть, а как тогда из неё вытягивать потом содержание в угловке? А раз она от всего абстрагирована, остаётся за эти ниточки логически потянуть, и вы ко всему и придёте. А кажется наоборот. Кажемость такая же. Вот это пустое совершенно. Ни с чем не связано. Если я начну перечислять то, с чем это не связано, это будет, я напомню, всё то, с чем это становится связано. Этим перечислением. Правильно? Ну вот такой диалектический взгляд позволяет нам в том числе и ум свой развить. Я согласен, что у вас большой же развитый ум, но его можно всегда ещё развить. То есть, это ничего плохого я не сказал. Развитие – это же не значит, что вот только создать какой-то ум. У вас есть, но надо его развивать. И это развитие безгранично. Развитие безгранично. А есть пределы развития? Нет? А что такое предел, кто-нибудь знает? Кто знает, что такое предел? Ну вы подумайте, и через 10 минут скажете. Перерыв. Перерыв. Перерыв Васильевич, можете мне книгу подписать? Могу запросить. Пишите, пожалуйста. Так, зовут Василь. Олег Александрович, приветствую. Продолжение следует...